Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Кеннет Коплэн снова учит о ваших сказанных словах. Говорите слова Божьи и узнайте, как наполненные верой слова всегда приносят победу. Итак, Кеннет Коплэн. Здравствуйте и добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим Тебя сегодня. Мы принимаем Твое присутствие на этой передаче. И мы благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. Мы открываем наше сердце, мы открываем наш разум, чтобы получить откровение с небес. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Мы говорим о словах. О самых важных вещах на этой земле. Позвольте мне сказать это еще раз. Слова являются самыми важными вещами на этой планете. Слава Богу. Давайте обратимся к Евангелию от Матфея. Матфея 4 глава 4 стих. Он же сказал ему в ответ. Написано. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Позвольте мне. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И поскольку слова являются самыми важными вещами на этой планете, это делает Слово Божье самой драгоценной вещью на этой планете. Слава Богу. О, спасибо тебе, Отец. О, Господь, дай нам глубокое понимание и откровение об этом. И вы помните Иоанна 1 глава. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Аллилуйя. Отец, Сын, Который является Словом, и Дух Святой. Поэтому Слово Божье, Заветы Божьи, Его обязательство, является точно таким же откровением Бога на земле. Все это является Богом в той же самой степени. Боже мой. Аллилуйя. И затем мы говорили о том, что эта вселенная сотворена Словом Божьим. Бытие 1 глава. 1, 2, 3 стихи. Затем из 1 главы послания к евреям. Мы узнали, что эта вселенная держится Словом Божьим. Он держит все Словом Силы Своей. Аминь. Теперь давайте еще раз обратимся к Марка 11, 23. Потому что, говоря обо всех этих вещах, вы не можете отделить их от веры. Потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Брат Коплант, почему вы так много проповедуете о вере? Почему вы так много говорите о вере? Что ж, во-первых, это то, что я призван делать. Но также задумайтесь вот о чем. Без нее вы не можете родиться свыше. Мы рождаемся свыше верой. Праведной верой жить будет. Без нее вы не можете ходить и жить, как христианин. Потому что мы ходим верой, а не видением. Это по вере, чтобы было по милости или по благодати. Дар праведности по вере в Иисуса Христа. И это можно было бы продолжать, продолжать, продолжать и продолжать. Бог является Богом веры. Он есть любовь. Он Бог веры. Вера действует любовью. Позвольте мне вам кое-что сказать. Мы должны... Я даже не знаю, как до конца до вас это донести. Господь вот уже несколько месяцев доносит до меня это. Мы должны... Мы должны обновлять наш разум так, что когда мы говорим «любовь», мы говорим «Бог». И когда мы говорим «Бог», мы говорим «любовь». Любовь стала уже каким-то сленговым словом. Я люблю мою машину. Я люблю пиццу. Я люблю то. Я люблю это. У вас не будет особого почтения к любви Божьей, когда у вас нет почтения к слову «любовь». Что говорит слово Божье? «Любить мою новую рубашку»? Нет, 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 нет. Писание говорит, «Бог дает нам все обильно для наслаждения». Он хочет, чтобы у вас была новая рубашка. Он хочет, чтобы у вас были все эти вещи. Это хорошие вещи. Он знает, что вам нужны все эти вещи. Но мы должны развивать большее почтение к самому Богу. Когда вы говорите «любовь», вы говорите «Бог». Спросите у любого христианина, «Вы верите, что Бог любит вас?» «О, да, брат Коплант». Тогда почему, когда что-то идет не так, вы начинаете, «Я просто не понимаю, почему тебе все равно? Как ты мог позволить этому прийти на меня?» Видите? Вы не верите, что Он любит вас. Вы понимаете, что Он любит вас, но вы не доверяете этой любви. Я знаю, что ты мне этого не делал, и я знаю, слава Богу, я знаю всем своим сердцем, что ты сказал мне это делать, потому что ты любишь меня. И я не вижу прямо сейчас в этом никакой логики, но я верю этому. Я верю любви, и я полагаюсь и доверяю тебе всем своим сердцем. И я не полагаюсь на свое собственное понимание. Это так важно. Это вера в любовь. Вера в Бога. Вера в любовь – это одно и то же. Но вы обновляете свой разум в отношении того, что все эти слова, и все это имеет отношение к его любви. Слава Богу. Итак, 11 глава Марка, 20 стих. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла от корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла!» Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью». Или «Имейте веру в Бога». «Ибо истинно говорю вам, что имейте веру в любовь». Слава Богу. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его». Сбудется по словам его. Слова. Давайте прочитаем это следующим образом. «Но поверит, что те слова, которые он говорит, исполнятся, он будет иметь то, что он говорит». А теперь давайте обратимся к 12 главе Матфея. Матфея, 12 глава. И посмотрите на 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. «Вы говорите мне, что слова не важны, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Это очень серьезный вопрос. Давайте посмотрим на это в 6 главе. Да, в 6 главе Луки. Потому что Лука добавил кое-что, когда записывал сказанное Иисусом. 6.45 «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего или вклады своего сердца выносит доброе». 44 стих. «Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смог в стерновника и не снимает виноград с кустарника». Понимаете? «Добрый человек из доброго сокровища или доброго вклада того, что вы туда вложили». Что вы туда вложили, то оттуда и выходит. Выносит доброе. А злой человек из злого вклада своего сердца или из сердца полного страха и неверия выносит злое. Почему? Как? Как Иисус? Как Он это делает? «Ибо от избытка сердца говорят уста Его». Вот что заставляет это исполняться и осуществляться. Сегодня, в своей жизни, мы с вами имеем то, что мы говорили вчера. Аминь. И это духовный закон. Вы не можете его изменить. Но вы можете изменить слова. Аллилуйя. О, да. Я просто... Проповедь об этом просто приводит в меня восторг. И сейчас остановитесь и задумайтесь об этом. Мы живем в среде, которая сотворена Словом, которая держится Словом и которая управляется Словом. Хорошо. Аминь. Давайте вернемся. Мы не будем сейчас тратить время на то, чтобы пересматривать все эти места описания. Мы смотрели и разбирали их на прошлой неделе. Есть много всего другого, что нам нужно сегодня сделать. Если вы скачали для себя тезисы передач прошлой недели, то они у вас есть. Также скачайте для себя тезисы передач этой недели. И у вас будут все эти места описания и все остальное. Итак, Бытие 1 с 1 по 3 стихи. «И сказал Бог свет, будь, и стал свет». Евреям 1, 3. «Он держит все Словом силы Своей». Псалом 18, 15. «Да будут слова уст моих благоугодны пред тобой, Господь». Псалом 92. Это место описания просто приводит меня в такое состояние. Аллилуйя. Задумайтесь об этом. Давайте откроем его. Я не могу пройти мимо него. Слава Богу. Да, никак, никак. Живущий под кровом Всевышнего под сенью или тенью всемогущего покоится. А как я туда попадаю? Это то, где я хочу жить. Я хочу быть там, под тенью всемогущего. Я не хочу оставаться снаружи. «Как мне туда попасть?» «О, Бог, пусти меня туда!» «Ты просто...» Так вы туда не попадете. Так вы туда не попадете. Я говорю Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит меня. «Слава Богу!» «Аллилуйя!» «Говорю вам, если это не зажигает вас, то ваши дрова сырые». «Слава Богу!» «Говорю вам, это время ликования в доме веры». «Слава Богу!» «Именно поэтому Давид ликовал и танцевал пред Господом, что было сил. Потому что эти псалмы работали для него в сражении». «Аллилуйя!» это «Псалом солдата». Я знаю, я знаю, я встречал нескольких. Я знаю, как он работал для сотен и сотен находившихся под командованием моего друга Кейта Курбера, полковника в отставке, который сейчас является пастором церкви на Аляске. Он сказал «Я хочу, чтобы вы возложили на меня руки». И мы с Глорией возложили на него руки. Их перебрасывали в другое место. И он сказал «Мне предстоит командовать подразделением там, где потери неизбежны». Что ж, мы просмотрели 90-й Псалом и я рассказал ему, что читал об одном командире времен Первой мировой войны, который приказал всем войскам, находившимся под его командованием, выучит наизусть 90-й Псалом. И они должны были быть готовы всегда процитировать его. Понимаете? Я имею в виду, что они выстроены перед вами. И вы говорите «Пятый стих! Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящей днем, сэр!» Это точно так же, как мы в армии учили распорядок дня. Если они спрашивали номер три, то вы должны были назвать номер три. И они делали то же самое с 90-м Псалмом, так, чтобы они его знали. Они говорили его каждый день. Они каждый день говорили его на построении. И тот командир в бою не потерял ни одного человека, который находился у него в подчинении. Поэтому полковник Курбер, Глория и я мы поверили Богу и мы встали на Слово Божье. Я сказал «Кейт, дашь мне знать». И мы вчетвером стояли там, прославляя Бога и поклоняясь Ему. И он уехал. И их отправили туда на два года. Не знаете, я молюсь в духе за своих партнеров и за все остальное, но я не думал о Кейте каждый день. Именно поэтому вам нужно молиться на иных языках и заботиться о своей молитвенной жизни каждый день. Вы вверяете это Духу Святому и это будет всплывать в вашей молитве. Но что касается моих партнеров, я молюсь за моих партнеров каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. И где-то в два часа ночи раздался звонок. Мы с Гури уже спали и зазвонил телефон. Я ответил и это был Кейт. Брат Копланд, я вернулся домой. Я сказал, эй, Кейт. Он сказал, я в таком восторге. Я хочу сказать вам, что я не потерял ни одного человека. Слава Богу, все это время мы были защищены. Почему? Он был под кровом. И он знал, как контролировать свой язык. Как сказал Давид, не дай мне согрешать моим языком, положи охрану устам моим. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Поэтому вы попадаете туда именно благодаря словам, словам, сказанным вере. Аллилуйя. Что ж, хорошо, я должен так много всего сделать на этой неделе. Хорошо. 102 Псалом, 5 стих и 20 стих. Что ж, да. О, Господь, это будет веселый день. 5 стих. Насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. И в других переводах Библии этот стих звучит следующим образом. Насыщает Твои уста хорошими вещами. И слово вещи написано курсивом, что указывает на то, что оно было добавлено переводчиком. Насыщает Твои уста хорошим, обновляется подобно орлу юность Твоя. Говорит ли он о пище? Я слышал, как люди трактовали это именно так. Но по сути, здесь говорится насыщает уста Твои хорошим. Обновляется подобно орлу юность Твоя. И даже если не убирать из этого перевода вот это слово вещи, то в еврейском языке корневым словом для вещей, материальных вещей, всего, что вы можете потрогать и так далее, является слово слова. Здорово, не так ли? Потому что все вещи сотворены словами. Поэтому он наполняет мои уста хорошими словами. Так что обновляется подобно орлу юность моя. Если бы об этом говорилось только один раз, то это ничего бы нам не дало. Но здесь как раз не тот случай. И что мы знаем? Мы знаем из книги Исаии, «Я надеюсь на Господа». И что я делаю надеясь на Господа? Я прославляю Его. Я стою перед Ним. Я поклоняюсь Ему. Слова. Аминь. И Он обновляет мою силу подобно орлу. Слава Богу. Слова. Как Он это делает? «Я верю, что получаю это». Разве не это? Иисус сказал Марка 11, 24, говоря о Марка 11, 23. «Я верю, что получаю эту силу». Слова, слова. И это просто одно местописание за другим. Я ношу у себя здесь целый список их. Я перехожу от силы в силу. С каждым днем я все сильнее. Он моя сила и крепость. Он держит меня. Слава Богу. Я говорю это, говорю это. Исповедую эти вещи перед Богом, чтобы они исполнялись и осуществлялись. Хорошо? Итак, это был пятый стих. Давайте обратимся к 20 стиху 102-го псалма. «Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его». Они прислушиваются не к тому, что Бог говорит на земле. Они уже знают, что говорит Бог. Их приводит в действие то, когда мы говорим это, иначе у них нет ничего, с чем они могли бы работать. Аминь. Евреям 1.14 «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесну и меня? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Так чего же они ждут? Они ждут, чтобы услышать, что выходит и мы с вами являемся решающим свидетелем. Устами двух свидетелей подтверждается всякое слово. Аминь. Поэтому то, что вы говорите, дает разрешение работать либо ангелом, либо бесом. Аллилуйя. Слава Богу. И наше время подошло к концу. Я вернусь через минуту. Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копленд. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово. Мы воздаем Тебе хвалу и мы почитаем Тебя за Твое присутствие здесь. Мы открываем наше сердце и мы открываем наш разум для откровения с небес. И мы благодарим Тебя. Мы верим, что получаем его. И мы воздаем Тебе честь и славу. во имя Иисуса. Аминь. Мы говорим о словах, о самых важных вещах на этой планете, по сути, для всего творения. это делает Слово Божье самой драгоценной вещью, которая только есть. Аминь. Мы живем в сотворенной Богом, вначале сотворил Бог небо и землю. И Бог сказал, «Свет будь» и «стал свет». То есть, мы живем в сотворенной словом среде. Мы живем в среде, которая держится словом. Он держит все словом силы своей. И Иисус сказал в Марка 11, 23, «Если кто скажет Горесии, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет». Итак, Он прояснил это. И Матфей записал это в 12-й главе Евангелия от Матфея следующим образом. Он сказал, «В соответствии со своими словами вы оправдываетесь и в соответствии со своими словами вы осуждаетесь». Поэтому то, что Иисус сказал в Марка 11, 23, работает не только в положительном плане, потому что Он сказал, «Из доброго сокровища сердца доброго человека выходят и происходят добрые вещи». Из злого сокровища сердца злого человека выходят и происходят злые вещи». Почему? От избытка сердца говорят уста. Потому что что выходит из ваших уст, то вы и имеете, вы не можете этого избежать. Это духовный закон. Поэтому мы живем в среде, которая управляется словом. Слава Богу! Благодарение Богу за это. О, да. Дьявол не может ничего с этим поделать. Он не может этого изменить. Иисус лишил его всей его силы и власти. Свел его на нет. Он ноль. И та сила и власть, которая у него есть. Он должен получить ее от вас. И он должен вложить это в ваши уста. И заставить вас говорить это так, чтобы он мог что-то сделать. Все очень просто. Знаете, это настолько просто, что вам нужна чья-то помощь, чтобы понять это неправильно. И мы получали очень дорогостоящую религиозную помощь, которая помогала нам столетиями понимать это неправильно. Но когда вы обращаетесь к Библии, вы начинаете видеть слова, 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 слова. От начала и до конца Библии слова все изменяют. Слова это все. Алло. И мы говорили о Псалме 18, 15. Да будут слова уст моих благоугодны пред Тобою, Господи. Псалом 92. Я говорю Господу прибежище мое и защита моя Бог мой, на которого я уповаю. И тогда Он избавит меня. Именно так вы попадаете под кровь Всевышнего. Затем в 5 стихе 102-го Псалма говорится, что Он наполняет мои уста хорошим. Это то, как этот стих звучит в других переводах Библии. Он наполняет мои уста хорошими вещами. То есть Он наполняет мои уста хорошими словами. Так что обновляется подобно орлу юность моя. И в 20-м стихе этого же Псалма мы увидели, что ангелы повинуются глазу Его Слова. Повинуются ли они только тому, что слышат, как говорит Он? Нет. Нет, они должны прислушиваться к тому, что говорим мы. С одной стороны, к вам прислушивается дьявол, а с другой стороны, к вам прислушивается ваш ангел. И то, что вы говорите, дает разрешение действовать либо стороне тьмы, либо стороне света. Так уж оно устроено. Но замечательно здесь то, что сатана не может этого изменить, а Бог не будет это менять. Это означает, что у нас с вами есть данное Богом, доведенное до совершенства и помазанное Богом право выбирать те слова, по которым мы живем, которые управляют нашей жизнью и судьбой. Бог утвердил это. Я хочу, чтобы вы услышали то, что Дух Божий говорит через мои уста. Бог утвердил и установил это. Так что никто, 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 послушайте, скажите это, никто, никто, кроме вас самих не может определять вашу судьбу. Неважно, какого цвета у вас кожа. Ну, тебе легко Белому так говорить. Подождите минутку. Зная, что вы это скажете, я просто процитировал Билла Уинстона. Хорошо? Аллилуйя. О, слава Богу. Знаете, мы с Биллом Уинстоном мы выступаем против вас одной командой. У меня с одной стороны Билл Уинстон, с другой стороны Крефла Доллар, а с третьей Кит Баттлер. Да, аминь. Поэтому, кем бы вы ни были, неважно, если вы смотрите это сейчас, являетесь частью народа Навахой, неважно, если вы живете в резервации Чироки в Оклахоме, где бы вы ни были, это не имеет никакого значения. Вы говорите всем, что ваши слова не имеют никакого значения. Что ж, перестаньте спорить и не соглашаться со Словом Божьим. Это сказал не я, это вышло прямо из сердца Бога. Понимаете, это та ложь, которую будет говорить вам дьявол. Позвольте мне привести вам тому пример. есть какой-то фанатик. О, вы не знаете, вы не знаете, вы не знаете, что этот фанатик обо мне говорил. Что ж, это не ваша проблема. До тех пор, пока вы не начинаете верить в это или ввязываться в этот спор, просто помолитесь за него и возложите всю заботу об этом на Господа. Скажите, о Господь, ему просто нужен ты, о брат Копол, но это очень сильно ранит. Что ж, именно поэтому вам нужно над этим поработать. Позвольте этому Слову опуститься внутрь вас и вы придете к тому, говорю вам, что все эти вещи, которые они говорят, потому что сатана таким образом просто пытается привлечь ваше внимание и пытается заставить вас обидеться так, чтобы он мог украсть у вас это Слово. И когда вы начинаете говорить то, что говорит он, все, он смог к вам подобраться. Хорошо, 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 хорошо. Итак, дальше притча 4, 24. Отвергни от себя лживость или непослушание уст. Я хотел бы поговорить сейчас вот об этом. Сын мой, слова моим внимай. Внимай чему? Моим словам. И крича моим, преклони ухо твое. И крича моим, преклони ухо твое. Зачем? Потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да не отходят они, мои слова, слова, скажите, слова, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, в твоем духе, потому что они, мои слова, жизнь для того, кто нашел их. И здравие, в еврейском тексте говорится, лекарство для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, твой дух, потому что из него источники или силы жизни, сила веры, сила надежды, сила любви. Все плоды духа, все эти силы, сила терпения, любви, радости, мира, благости, кротости, доброты, все эти силы находятся в вашем духе. И вам нужно усердно и старательно защищать свой дух. Почему? Потому что из него, что? Из него источники жизни. О чем он здесь говорит? Это то, что сказал Иисус, от избытка вашего сердца говорят ваши уста. И именно тогда все эти вещи начинают исполняться и происходить. Старательно и усердно защищайте свой дух. Слова. Отвергни от себя лживость уст, непослушание уст и лукавство языка, который говорит искаженные, неправильные вещи, которые не следует говорить. И речь не только о каких-то непристойных вещах. Нет. Вам не следует говорить «Я никогда это не получаю». Они все получают это, я не получаю это. Это что-то искаженное. «Слава Богу, говорю вам, помазание здесь сегодня усиливается». Слава Богу. Аллилуйя. Итак, «Отвергни от себя непослушание уст. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои донаправлены будут прямо перед тобой». Аллилуйя. «Смотря на что?» На Слово Божье. Хорошо, дальше притчи 6.2. «Ты опутал себя словами уст твоих». Есть эта ловушка. Ваши слова поймают вас в ловушку. Это ловушка сатаны. Это его ермо. И он защелкнет его, надев на вас. Дальше притчи 12.18. «Язык мудрых врачует». Притчи 13.2. «От плода уст своих человек вкусит добро». Притчи 15.4. «Кроткий язык древа жизни». Притчи 18.7. «Язык глупого гибель для него». Притчи 18.20. «Умножение приходит из уст». Именно так вы и переживаете умножение, когда исповедуете места Писания и обетования, говорящие об умножении. Слава Богу! И если вы возьмете все то, о чем мы говорим, и базовое местописание Второзаконие 30.19. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Как вы избираете жизнь? Вы должны избирать слова жизни. Иисус сказал, «Мои слова, они дух и они жизнь». Аминь. Смерть и жизнь во власти языка. Вот она где. Вот здесь. Аминь. А теперь давайте сразу же обратимся к посланию Иакова. Я хочу затронуть сейчас это так, чтобы оно засело в вашем мышлении, потому что мы будем к этому возвращаться. Мы не успеем разобрать это сегодня, но я хочу просто забросить вас это. Третья глава Иакова. «Братья мои, немногие», и так далее, второй стих, «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный или зрелый, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли. Как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий, так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Вот это растопкой. Кнопкой пуска является язык. Язык огонь прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело, воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Итак, подождите минутку. Он является растопкой, но он не должен быть воспаляем от гиены. Нет, мы были крещены Духом Святым и Огнем. Я имею в виду, это будет воспалять или зажигать вашу веру. Вы меня слушаете? Они находятся вот здесь. Смерть и жизнь. Смерть и жизнь. И они не должны смешиваться. Я немного забегаю вперед, но я хотел посеять это сейчас вас, потому что до конца недели мы разберем это более подробно. Дальше. Михея 5.2 Слова господствуют над временем и управляют им. Пророк Михей сказал, в Вифлееме родится младенец. Через 715 лет этот младенец родился в Вифлееме. Что ж, да, брат Копланд, но это сказал пророк. Нет, это сказал Бог. Ну да, но это сказал пророк. Аллилуйя. Это бы не произошло, если бы человек это не сказал. У человека есть власть на земле. Я пока не буду в это углубляться. Бог дал эту землю людям. Человечеству. Это слово управляло армиями, оно управляло народами, оно перемещало людей по земле туда-сюда до тех пор, пока в тот момент в Вифлееме, там, в том хлеву, не родился этот младенец. Родился ли он в том хлеву, потому что они были бедными? Нет. Они были далеко не бедными. Бедным людям не нужно куда-то идти и платить налоги. А к Цезарю пришла идея. Насколько я знаю, такого раньше не происходило. К нему пришла идея. Знаете, что мы сделаем? Пусть каждый, чтобы заплатить налоги, идет в свой родной город. Мне все равно, какие трудности это им создаст. Это то, что они должны сделать. Откуда к нему пришла эта идея? от Михея. Это было сказано, и это слово управляло всем до тех пор, пока это сила. Малахи 3.13 «Дерзостны предо мной слова ваши». Слова ваши. Давайте откроем это. Малахи 3.10 Это последняя книга в Первом Завете прямо перед Евангелием от Матфея. Откройте Евангелие от Матфея и, отлиснув две страницы назад, вы попадете в третью главу Малахии. Это глава с замечательным обетованием, касающимся десятины. Верно? В Малахии 3.10 говорится. Хорошо. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савауф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Савауф, и блаженными или благословленными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Савауф. Разве это не замечательно? Нет, потому что дерзостны предо мной слова ваши. Понимаете, он говорит, вот что как я вам сказал, я сделаю, вот что я хотел для вас сделать, но вы не позволяли мне. Вы хотите говорить лишь, что тщетно одежде пред лицом Господа Савауфа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивать себя делающие беззаконие и хотя искушают Бога остаются целы. Вы так говорили? Ну я все отдаю и отдаю эту десятину, но у меня ничего не меняется, поэтому я просто перестану ее отдавать. Я и так был полным банкротом. Не следовало замолчите ваши слова дерзат перед Богом. Ну я думаю знаете, я думаю что отделение десятины было во времена закона, поэтому и что? Ну знаете, я не думаю, что мы должны давать десятины, и что? Что касается десятины, то отделение десятины началось в Эдемском саду, и вы читаете о нем и в послании к евреям. Слава Богу! Какая радость! Какая радость! Какая радость! Вы можете это видеть? Ваши слова дерзостны перед Богом. Он не может действовать. Он же Бог, я знаю это, но он уже сказал и не может нарушить свое собственное слово. Он превознес свое слово выше своего имени, поскольку то, что он говорит во имя свое, так оно и должно быть. Как только он сказал это слово, его имя и все остальное подчинено этому. Знаете, если бы Бог вошел сюда и сказал, разве это не замечательный четверг? Брат Копунт, но сегодня же вторник, уже больше не вторник. Все календари меняются, и вы единственные, кто думает. То есть, вы понимаете, что я имею ввиду? Что если бы Иисус появился у вас на служении в церкви, встал и сказал, я рад сообщить вам сегодня, что все, что вы говорите, теперь будет исполняться и происходить. И кто-то скажет, о, я просто умираю от радости. Ладно, хорошо. И наше время подошло к концу. Но вы начинаете это понимать, не так ли? Слова являются самой важной вещью на этой планете. Но властью веры, властью имени и крови Иисуса у нас есть данная Богом сила и власть и благодать Божья. выбирать Его Слово в нашей жизни. Я вернусь через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос» верующего. Я Кеннет Копленд. Не забудьте скачать тезисы этих передач. Вы знаете, что с ними делать. Это хорошая вещь. Они вам нужны, да, особенно когда речь идет об изучении такого рода темы, как темы о словах. Здесь использовано очень много мест Писания. Поэтому вам нужны эти тезисы. Вам нужны эти тезисы, в которых все аккуратно и четко изложено, как, например, в тезисах Глории и пастора Джорджа, когда они говорят о преуспевании. Боже мой, это просто настоящий славный клад Слова. Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя сегодня за эту передачу. мы открываем наше сердце и разум для Тебя, Господь, чтобы получить откровение с небес. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, давайте снова откроем сегодня наши Библии на 12-й главе Матфея. И Иисус сказал следующее. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Они дадут ответ, вы это понимаете? Они дадут ответ в день суда. «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». И мы говорили о том, что эта среда сотворена словом и держится словом. Бог сказал «И оно стало». «И он держит все словом силы своей». И затем мы увидели, что смерть и жизнь во власти языка. Слова управляют временем и господствуют над ним. «Дерзостны предо мной слова ваши», сказал Господь. «Мы верили потому и говорили», сказал апостол Павел. Аминь. И прежде чем мы перейдем к тому, что говорит об этом Новый Завет, я хотел бы затронуть 11 главу Книги Бытия. «Откройте ее вместе со мной, пожалуйста». Бытие 11 глава и давайте прочитаем первые 9 стихов. «И будьте очень внимательны». Слова, скажите это, слова, слова, позвольте мне сказать это еще раз. Слова являются самыми важными вещами на этой планете. И это делает Слово Божье. Самой драгоценной вещью на этой планете, потому что Он дал нам свои слова, чтобы мы вкладывали их в свои уста, и чтобы они становились нашими словами. Поэтому, когда мы говорим, мы говорим в Его силе, а Сатана связан этим, потому что Он не может никуда от этого деться. У Него нет никакой силы и власти, если только Вы не дадите ее Ему, тем, что Вы говорите. Когда Вы говорите что-то, что как раз по Его части, тогда Он может начать действовать на основании этих слов, потому что это Его слова. Когда Вы говорите Слова Божьи и делаете их словами своей жизни, тогда там начинает действовать и работать Дух Божий. Ваш ангел, который приставлен к Вам Богом, может начинодействовать и работать в Вашей жизни, потому что Вы говорите Слова Божьи. Писание говорит, что Иисус говорил Слова Божьи. И поэтому Бог дал Ему Своего Духа без меры. Не потому что Он ни разу не согрешил, и Он ни разу не согрешил. Слава Богу. Но Он служил здесь как человек, помазанный Духом Божьим. Он сказал, я не могу ничего делать от себя. Я говорю только то, что слышу, как говорит мой отец. Я делаю только то, что вижу, как делает мой отец. Он говорил только то, что говорил его отец. И он делал только то, что как он видел, делал его отец, его папа, да, его Абба. Так, давайте посмотрим на это. 11 глава и одно наречие. И у меня в сноске здесь указано, что в еврейском тексте использовано слово слова. Хорошо, на всей земле был один язык и одни слова. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, и сказали они, и сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И зашел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ, они являются одним целым, они находятся в согласии, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. До тех пор, пока они находятся в согласии, и до тех пор, пока они все говорят одно и то же, они ничем не ограничены. сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город, посему дано ему имя Вавилон или путаница смятения, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Итак, единственное, как можно было остановить тех людей, это изменить то, что они говорили, потому что все, что они могли задумать, как один народ, находясь в согласии, все, что они могли представить себе, донести это друг до друга и согласиться об этом, они ничем не были ограничены. Этим все сказано, не так ли? И, конечно же, вы помните Иакова 3.16, где зависть и сварливость. Понимаете, это приносит распри и раскол. Где сварливость, там неустройство, путаница, смятение и все худое. Когда вы не говорите то, что говорит Бог, вы просто даете дьяволу разрешение разорвать ваш дом на части, особенно, если вы ссоритесь, спорите и живете в раздоре. Второе, Тимофея 2. О, это место Писания просто настолько открывает глаза. Там говорится, с кротостью наставлять противников, и они являются противниками, находящимися в ссоре и раздоре. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учителям и так далее. Не даст ли им может быть Бог покаяния? Что вы имеете ввиду может быть? Они не могут его услышать, они слишком заняты тем, что ссорятся и воюют друг с другом. Они не слышат Бога, иначе бы они не ссорились и не воевали. Они не слышат Бога, иначе бы они ходили в любви по отношению друг к другу. Нет, они ссорятся и воюют. Ты сделал то, ты сделал это. И Писание говорит, Сатана улавливает их в свою волю. Из-за чего? Из-за тех слов, которые выходят из их сердца и выходят из их уст. А сейчас давайте обратимся к книге чисел к 14 главе. Там, в той пустыне находилось где-то порядка двух миллионов человек. они вышли из Египта. Это был большой успех. Перешли Красное море и начали танцевать перед Богом и прославлять Его. И это последний раз, когда они прославляли Его за 40 лет. О, это откроет ваши глаза. Слова хвалы. В любом случае, так я хочу, чтобы вы обратились здесь на кое-что внимание. Халеф успокаивал народ. 13 глава, 31 стих. Халеф успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле. Халеф и Иисус Навин, два человека из двух миллионов. Два человека из двух миллионов выбрали говорить то, что сказал Бог. Бог сказал, «Я дал вам эту землю». Халеф говорил, «Она наша». Бог дал нам ее. Мы вполне можем это сделать. Давайте пойдем туда и завладеем ей сейчас. Миллион человек не мог победить двух мужей веры из-за их слов. В Халеве, как говорится Писание, был другой дух. Что ж, конечно же, это был дух веры. И давайте продолжим читать дальше. «Она 14 глава, 1 стих. «И подняло все общество вопль. Все они возвысили свой голос. Они слились в один голос. Они находились в согласии. Два миллиона вместе. В согласии. Подняли вопль, и плакал народ всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Итак, «О, если бы мы умерли в земле египетской, они думают о том, чтобы перейти обратно Красное море, но у них уже никак не получится перейти обратно Красное море, это невозможно, им его не перейти, оно уж точно не будет для них разделяться и расступаться, или «Умерли бы в пустыне сей», они продолжали это говорить, «Мы умрем в этой пустыне, мы 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 умрем в пустыне, мы умрем, мы умрем, мы умрем в пустыне, мы умрем в пустыне». И 28 стих. Бог говорит, скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. У него не было выбора. Они говорили это. Они были народом, состоявшим с ним в завете. Они говорили это. У него не было выбора. Это не было его волей. Бог есть любовь. Они не верили, что он любил их. В пустыне сей падут тела ваши. И все вы исчислены, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня. Вы говорили это. И именно это и должно произойти. Потому что я не могу защитить вас. Я не могу идти дальше, потому что вы говорили это. Это так важно. Так важно. Давайте обратимся к 89-му псалму. 89-й псалом. Это молитва Моисея, человека Божьего. «Господи, ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты, Бог, ты возвращаешь человека в тление, и говоришь, «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо предачами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. «И мы исчезаем от гнева твоего и от ярости твоей, мы в смятении, ты положил беззаконие наше пред тобой». Видите, он взывает к Богу, он ходатайствует за них. И он взывает перед Богом. «Все дни наши прошли во гневе твоем, и мы теряем лета наши, как звук». «Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим». Понимаете, Моисей говорит, «Дни нашей жизни были сокращены до 70». В лучшем случае, до 80 лет. Понимаете? Что происходило? С живыми из той пустыни они уже не выйдут. Нет. 80 – это максимум. 80 лет – это был максимум. Вы уже не выйдете отсюда, если вы в этой группе. Что ж, а мы взяли эти 70 или 80 лет, и по-прежнему этим живем. Слова. Все это говорят. Но, подождите минутку. Бог этого не говорил. Моисей взывал. «Да, но, брат Копланд, Бог сказал, что они умрут». Нет. Это они говорили, что они умрут в пустыне. И Бог сказал, «Хорошо. Как вы говорите, так оно и должно быть». Но затем вы возвращаетесь к книге Бытия, к 6 главе, 3 стиху. «И сказал Господь, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Итак, Бог сказал, что их дни будут 120 лет. Это то, что должны говорить люди, потому что это то, что сказал Бог. И медицина вам сегодня скажет, физическое тело должно жить 120 лет. Что ж, почему оно столько не живет? Хорошо, а что вы говорите? Когда вы начинаете говорить то, что сказал Бог, «И позвольте мне показать вам, по какому принципу построена Библия». Мы находимся сейчас рядом с 90-м псалмом. Давайте перейдем к нему. И давайте обратимся к 16 стиху. «Долготой дней насыщу его и явлю ему спасение мое». О, разве это не замечательно? Да, но что под собой подразумевает «долгота дней» или «долгая жизнь»? Понимаете, у нас с вами нет никакого права самим выбирать, что является долгой жизнью, потому что Бог уже сказал, что это 120 лет. И как только Он это сказал, понимаете, Он сказал это в бытие, и оно остается таковым вплоть до книги Откровения. Он никогда этого не менял. Он никогда не передумывал и не говорил. Ну, знаете, я имею в виду... Нет, нет. Он сказал, «Дни человека должны быть 120 лет». В новом живом переводе Библии говорится «Его стандартная продолжительность жизни». Что означает, что вы можете жить и больше, но это стандарт, 120 лет. Поэтому все законы, касающиеся еды в книге Левит, все, что, как там говорится, вы не должны есть, оговорено там только лишь потому, что это будет влиять на вашу продолжительность жизни. Итак, Он уже это сказал, понимаете. Отбор всей этой еды, которую вы должны есть, и которую вы не должны есть, делался на основании этих 120 лет. И Он должен был сделать для них это законом. В противном случае у них ничего не получится. Но если вы будете держаться этого, тогда у вас это может получиться. Вы понимаете, о чем я здесь говорю? Почему вы говорите это таким образом? Не нужно хватать свое ружье и направлять его на меня. Я говорю о словах. Этих словах. Эти 120 лет будут управлять вашей жизнью, если вы им позволите. И я не так уж давно ухватился за это, но я увидел это. И Господь сказал мне, это точно такое же мое слово, как и ранами моими вы исцелились. И наше время подошло к концу. Я вернусь через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Это так насыщенно. И это так замечательно. Поклоняться Тебе и благословлять Тебя. Мы открываем наше сердце, и мы открываем наш разум для откровения. Слов с небес. Слова. Слова – это самая важная вещь на всей этой планете. Слова. И мы благодарим и прославляем Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы пропустили какие-то из передач, то вы в любое время всегда можете найти их на нашем сайте. Аминь. Аллилуйя. И снова 12 глава Матфея. Давайте вернемся к словам Иисуса. Мы говорим о словах, о самых мощных вещах на этой планете. Что делает Слово Божье самой драгоценной вещью на этой планете. Итак, Матфея, 12 глава. Я хочу начать читать чуть выше. 33 стих. «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злым? Или будучи просто обычными людьми? Он не говорил о грабителях банков и им подобных. Нет. Он обращается здесь к Божьему народу. Как вы можете говорить доброе, будучи злым? Или будучи обычными людьми? Ибо от избытка сердца говорят уста. Как вы можете загружать свой дух сомнением, неверием и религиозной промывкой мозгов? Вместо того, чтобы быть наставленными в Новом Завете? Как говорил брат Хейген. Как вы можете это делать и при этом говорить что-то другое? Это невозможно. У вас не вырастут яблоки на шиповнике. Что находится в том семени, которое было посеяно в землю, то и вырастет. То, что вошло в ваш дух как семя, то и проросло. Как? Из ваших уст. Слова. Добрый человек из доброго сокровища, из тех хороших вещей, которые он вложил в свое сердце, выносит доброе. Почему? Потому что от избытка сердца говорят уста. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Итак, о чем он здесь говорит? Все, что не по вере, или все, что не берет начало от веры, грех. Помните это? Но пусть это не загоняет вас в осуждение. Веселое сердце благотворно, как врачество. Мы сегодня чуть раньше в этой студии веселились и просто смеялись над какими-то вещами. И это не праздные слова. И когда вы действительно серьезно подходите к праздным словам, то он говорил здесь о том факте, что они молились, 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 и молились, и молились, ибо они думали, что в многословии своем будут услышаны. И по сути, именно об этом он и говорил. Он сказал, что так делают язычники. Позвольте мне дать вам некоторое представление. Представление. Да, здорово. Хорошо. Иисус сказал той смоковнице, отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек. Девять слов. Затем, когда он сказал, если кто скажет, горись и поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, он сказал, если кто скажет, пять слов, поднимись и вернись в море. Итак, это... О, мне это нравится. Я использую это как критерий того, сколько слов говорить. Дорогой Господь, я сказал одиннадцать слов, и я хочу, чтобы это произошло. Что ж, это глупо. Но даже когда вы начинаете говорить только девять слов... Так, посмотрим, сколько раз я должен это сказать. О, нет. Что я буду делать? Как-то раз у меня сложилась такая ситуация. У меня уже подходил крайний срок, последний крайний срок, когда я должен был сделать определенную выплату. И мне не хватало двадцать пять тысяч долларов. И это было еще в те времена, когда не было никаких мобильных телефонов. Поэтому я просто сел лодку и отплыл на середину озера, где мне уже никто не мог позвонить или как-то меня достать. Я просто уединился там, я сказал, о, Бог, я верю, что получаю это, 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 о, Бог, я верю, что получаю это. И говорю вам прямо внутри меня, он отчетливо сказал, «Замолчи!» Да, Господь, я был весь во внимании. Он был вынужден сделать это таким образом, чтобы заставить меня замолчать. Сказал, «Да, Господь». Он сказал, «В этом нет никакой веры». Ты говоришь это, ты говоришь правильные слова, но они наполнены страхом, а не верой. Что это? Это праздные слова. Понимаете? Я, 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 я. О, говорю тебе, дерево, говорю тебе, смоковница, тебе придется прислушаться ко мне. О, тебе придется. Это праздные слова. Почему? Потому что вы добавили их туда. Да, поскольку у вас не было никакой веры, и вы хотите, чтобы это произошло, и вам будет стыдно, если это не произойдет, потому что вы говорили праздные слова, бесполезные, ничего не стоящие слова. Итак, обратите внимание. Он сказал, вы дадите за это ответ в день суда. Как сказал один человек, мне срочно нужен неурожай. Что ж, это запросто. Аминь. Отец, я каюсь. И вы возвращаетесь обратно в Слово Божье, входите в Его покой и даете Иисусу возможность сделать то, что Он делает, а именно, будучи нашим первосвященником, подкреплять, подтверждать наши слова. Аминь. Евреям 3.1 и Евреям 4.16. Он наш первосвященник. Будем твердо держаться нашего исповедания. Он первосвященник, потому что Он слышит эти слова и подкрепляет, подтверждает их, когда они являются Его словами. Аминь. Давайте обратимся к посланию Иакова. И вчера мы говорили о том, что происходило в земле Синаар. У Бога не было никакого выбора. А когда израильский народ говорил, мы умрем в этой пустыне, и они продолжали говорить, мы умрем в этой пустыне, он сказал, хорошо, Моисий, скажи им, что мне придется сделать то, что, как я слышу, они говорят. Он не сказал, что я убью их всех. Нет. Он сказал, это совершенно не в таком тоне. Он сказал, мне придется это сделать. Я не могу сделать ничего другого. Они жестоковынные, упрямые люди. Их слова дерзостны предо мною. Слова, 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 слова. Хорошо. И в послании Иакова... О, это такое замечательное учение. А иначе и быть не может. Этот человек вырос в одной семье с Иисусом. Именно поэтому в послании Иакова вы видите некоторые вещи. которые не видите в каких-то других местах. Особенно... Что ж, я не хочу сейчас тратить время на то, чтобы углубляться в это. Хорошо. Третья глава послания Иакова, второй стих. Ибо все мы много согрешаем. Кто, любой человек, не согрешает в слове. Тот человек совершенный, или зрелый, могущий обуздать и все тело. Все тело. И заметьте. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий или капитан. Так и язык. Небольшой член намного делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Иногда этой растопкой может быть просто искра. Растопка — это что-то маленькое, что легко воспламеняется. И она воспламеняет что-то, что чуть больше, чем она сама. Затем этот огонь перебрасывается на что-то еще чуть больше, затем на еще что-то чуть больше. И вот у вас уже целый констер, и вскоре у вас уже и целый лесной пожар. Следующим делом огонь перебрасывается уже на дома. А в нашей местности мы часто с этим сталкиваемся, особенно летом и осенью. И знаете, много из этого. Итак, язык — огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. И у меня в сноске написано «колесо жизни». Он запускает что-то, будучи сам, воспаляем от гиены. И так, это кто-то, кто не ходит в любви. Но это относится к любому. Именно так оно и работает. Это система с голосовым управлением. Это среда с голосовым управлением. «Помоги мне, Господь». Язык — это кнопка «Пуск». Вы это поняли? Как только вы нажимаете эту кнопку, «Пуск». Происходит целая серия определенных вещей. Должны произойти определенные вещи, прежде чем этот двигатель запустится. Но как только вы нажимаете эту кнопку «Пуск», он будет продолжать работать до тех пор, пока вы не нажмете ее еще раз. «Язык» — это кнопка «Пуск» и кнопка «Стоп». Аминь. И седьмой стих. Вы должны это сейчас понять. Вы не просто говорите, что ж, посмотрите на это, брат Копланд. Всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык никто из людей укротить не может. Я имею в виду, что польза Библии говорит, «Никто из людей не может укротить язык». Нет, она этого не говорит. Давайте вернемся назад и посмотрим на это. «Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим». И у меня в сноске написано «человеческой природой», обычной человеческой природой. Вам не нужно быть рожденными свыше, чтобы укротить животное. Объездить лошадь может и грешник, и святой, если он знает, как это делать. А язык укротить никто из людей не может. Обычно, естественно, человеческой силой. «Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. «Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие избери жизнь». Как вы избираете жизнь? Вы избираете слова о жизни. Иисус сказал «Мои слова, а не дух и жизнь». Не должно, братья мои, сему так быть, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Нет. Не может братья мои смоковница приносить маслины? Конечно же нет. Мы только что читали, как Иисус об этом говорил. Или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудрый ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением. Докажи это добрым поведением, добрым разговором на уровне духа, души и тела. Слов с мудрой кротостью, другими словами, своей жизнью веры. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Закройте свои уста. Если в них полно горечи, закройте свои уста. Пусть из ваших уст не изливается проклятие и всякие гнилые вещи. Нет, нет. Что говорит Слово Божье? Не позволяйте горечи выходить из ваших уст. Но будьте добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог ради Христа простил вас. Ради Христа. Ради помазания. Аминь. Итак, следуйте за мной. Молчите сейчас. Нет, 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 нет. Не делайте этого. Что мы делаем? Мы предпринимаем сейчас кое-что для того, чтобы укротить этот язык. Мы должны перепрограммировать его. Мы должны брать над ним власть с помощью имени и крови Иисуса и Слова Божьего. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Что? Корень горечи, горькая зависть и сварливость. Сейчас же положите этому конец. Это подобно кобре у вас на кухне. Это подобно гремучей змее в кроватке вашего ребенка. Вот насколько это серьезно. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная. Она исходит от ваших пяти чувств. Я чувствую себя ужасно. Я хочу говорить, исходя из того, как я себя чувствую. Если ты еще раз будешь разговаривать со мной таким образом, я не знаю, что я сделаю. Я уже настолько устал от тебя, что мне аж плохо. у меня уже желудок от тебя болит. Я просто не знаю, я не знаю. Мне просто постоянно плохо. Что ж, конечно, вам будет постоянно плохо. Итак, послушайте. «Ибо где зависть и сварливость, там не устройство, там Вавилон, и все худое». Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я просто пустой звук. перечитайте эту 13 главу 1 Коринфянам. Перед этим Павел говорит вам о девяти проявлениях Духа Святого, о девяти дарах Духа. Затем он переходит в 13 главу, и он говорит вам, вот что происходит, когда вы, вы можете стоять и день, и ночь, день, и ночь, выдавать послания на иных языках, но если вы живете в ссорах и раздорах и подобного рода вещах, то вы с таким же успехом могли просто стоять там и стучать по дну кастрюли. Польза от этого была бы точно такая же. Если вы прочитаете всю эту главу, то вы увидите, что из-за того, что вы не ходите в любви, это убивает каждый дар Духа, который он здесь перечислил. Итак, но мудрость, сходящая свыше, Луки 11, 49, Иисус назвал записанное Слово Божье мудростью Слово Божье, сходящее свыше, во-первых, чиста, это мудрость чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия. О, разве вы не рады? Она полна. О, Бог, я каюсь, я вкладываю Твое Слово в свое сердце и в свои уста. во имя Иисуса. Положи охрану устам моим, чтобы мне не согрешать против тебя моим языком. Послушливо, полна милосердия и добрых плодов. Слава Богу! Беспристрастно. Это означает, что любой, в любое время может привести Слово Божье в действие. Если кто скажет Горесий, Аллилуйя, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Но когда стоите на молитве, прощайте. Вы можете это видеть? Конечно же можете. И послушайте дальше. Это мудрость. Она полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Что это означает? У меня насморк, и у меня все лицо красное, у меня температура под 40, и я говорю, я исцелен, слава Богу, я исцелен. Что ж, вы лицемер, все могут видеть, что вы не исцелены. Нет, нет, я не лицемер, потому что я говорю Слово Божье. Я не пытаюсь заставить вас поверить в то, что я исцелен. Уверен, что я кому-то сейчас помог. Я хранят мир. Слава Богу. Разве это не сильно? Я вернусь через минуту. Это передача «Победоносный голос верующего». Я Коннет Копланд. Я напоминаю вам протезисы. Возьмите также их, они вам понадобятся. Отец, мы благодарим тебя сегодня за твое слово. И это так здорово. Мы просто наслаждаемся твоим присутствием, и мы поклоняемся тебе сегодня во имя Иисуса. Мы открываем наше сердце. Мы открываем наш разум. Мы в твоем распоряжении, Господь Иисус. Спасибо тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Мы уже две недели говорим о словах. Самыми важными вещами на этой планете. являются слова. Следовательно, слово Божье является самой драгоценной вещью на этой планете. Мы живем в среде, которая сотворена словом, держится словом. он держит все словом силы своей и управляется словом. Мы не можем этого изменить. Бог не будет этого менять. Дьявол готов отдать все, чтобы изменить это, но он не может этого сделать. Он ничего не может с этим поделать. Он ничего не может вам сделать, пока вы не начнете говорить это. и у нас есть данное Богом, защищенное кровью Иисуса, право и привилегия. Выбирать те слова, на основании которых мы живем, выбирать те слова, которые управляют нашей жизнью, а следовательно, выбирать и утверждать свой путь в жизни. Есть только два пути. Только два. Один ведет во дворец, другой в тюрьму. Выбор за вами. Бог уже сделал свой выбор. Он сказал, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Видите, он уже сделал свой выбор. Он избрал вас. Он сказал, эй, давайте, изберите меня, изберите жизнь. Иисус сказал, мои слова, они дух и они жизнь. Слава Богу. И давайте сделаем небольшой обзор. Снова прочитав Марк 11, 23, хорошо? Аминь. Слава Богу. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью. Послушайте, послушайте сейчас. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, поверит, что те слова, которые он говорит, исполнятся, он будет иметь то, что он говорит. Понимаете? Итак, закон слов. Давайте сейчас вернемся к 12 главе Матфея. И давайте вспомним, что Иисус здесь сказал. Это будет доказательством того, что то слово, которое он только что дал, является духовным законом, независимо от того, говорите ли вы слова от Бога, или же вы говорите слова, порождаемые страхом. Говорите слова, порождаемые адом, благословение или проклятие, выбор за вами, потому что Иисус сказал, добрый человек, из доброго сокровища своего сердца, своего духа, выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Как такое может быть, Иисус? Что ж, вернитесь на один стих выше. от избытка сердца говорят уста. И затем он сказал, за всякое праздное слово, за всякое слово, в котором нет веры, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Это слова, это слова, это слова. И вчера из послания Якова мы узнали, что язык можно укротить, но его невозможно укротить обычной естественной силой. Естественный язык, он просто болтает все, что хочет. Но все, что вы имеете сегодня, является результатом того, что вы говорили вчера. Много из того, что люди считают работой дьявола. О, посмотрите, что дьявол мне делает. О, да, конечно, он это поддерживает. Но, эй, это то, что вы говорили. Это то, что вы говорили годами. И это происходит в вашей жизни. И вы выходите вперед, чтобы за вас помолились. Везде, где только можете. Как говорил брат Хейген, на вас могут возлагать руки до тех пор, пока у вас от этого уже все волосы на голове не повыпадают. Это не принесет вам никакой пользы, потому что потом вы разворачиваетесь и говорите что-то другое. Что же мне делось, брат Коплант? Покатись, говорите что-то другое. Аллилуйя. Просто обратитесь к 1 Иоанна 1 9. Он верен и праведен, чтобы простить нам наши грехи, когда мы исповедуем их. Это не означает, что вы должны... Я просто буду исповедовать. Нет, нет, нет. Просто сделайте это один раз. Прочитайте этот стих и сделайте это, сказав Господь Иисус. Я вижу это прямо здесь. Господь, я каюсь. И я сделал то-то и то-то. Назовите вещи своими именами, не прячась за какие-то обтекаемые термины. Я сделал то-то и то-то. Я сделал это, я сделал это, и я каюсь в этом. Это было неправильно, я был неправ. Но во имя Иисуса, Господь Иисус, здесь говорится, что ты верен и праведен простить мне мои грехи, когда я исповедую их. И не только простить, но и очистить меня от всей неправедности. И когда вы встаете с колен, когда вы встаете после того, как приняли хлебопреломление, не сидите там, нет, 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 не начинайте говорить что-либо другое, а только он верен и он праведен. Не важно, как вы себя чувствуете, не важно, какую ужасную вещь вы совершили, больше ни на секунду не позволяйте осуждению приходить сейчас. Почему? Потому что я покаялся. Я покаялся серьезно и осознанно и я исповедовал это перед Иисусом, моим спасителем, моим Господом, и он верен и он праведен, и он простил меня, ой, я не чувствую себя прощенным. Только не начинайте это. Ваши чувства здесь никак не задействованы. С помощью Слова Божьего заставьте ваши чувства замолчать. Вложите в свои уста Слово Божье. Я имею ввиду, что даже если вы говорите его сквозь слезы, пусть оно там остается. Я прощен и очищен от этой неправедности. Я верю, что получаю мое прощение и мое очищение. И я говорю это на основании Марка 11, 23 и 24. Благодарение Богу, что я прощен и очищен. Во имя Иисуса. Аминь. Вы получаете и принимаете прощение верой, а не чувствами. Вы ходите не чувствами. Мы ходим невидением, мы ходим верой. Вы должны вкладывать в свои уста слова веры до тех пор, пока они не изменят то, как вы мыслите. Хорошо? Итак, что только что сказал Иисус? От избытка сердца говорят уста. Независимо от того, говорите ли вы на основании веры, или же вы говорите на основании страха, Марка 11, 23 по-прежнему истинно и работает. Оно работает, находитесь ли вы на стороне Бога, и оно работает, находитесь ли вы на стороне дьявола. Опять-таки, устами двух свидетелей подтвердится всякое слово. Я являюсь решающим свидетелем в моей жизни. Вы являетесь решающим свидетелем в своей жизни. Бог установил это таким образом, чтобы только вы могли определять свою судьбу. Аминь. Это не имеет никакого отношения к вашему происхождению. Это не имеет никакого отношения к вашему этническому происхождению. Какого бы цвета ни была у вас кожа. Аминь. Это имеет непосредственное отношение к тому, во что вы верите в своем сердце, и что вы говорите своими устами. Мы уже говорили об этом на этой неделе. Два человека, Иисус Навин и Халев, два человека изменили судьбу двух миллионов. И послушайте это. Скверное исповедание двух миллионов человек не смогло изменить судьбу двух людей веры. Я вам кое-что сейчас скажу. могу это сказать Господь? Да. Слова Моисея не дали ему перейти Иордан. Но это не остановило Иисуса Навина и Халева. О Господь! Слова, которые они избрали говорить. Изменяли это, хранили это, управляли этим. Именно так это и происходит в вашей жизни. Размышляйте над этим, говорите об этом, думайте об этом. Слава Богу! Давайте продолжим наш обзор. Псалом 18-15 Делай мои слова благоугодными, приемлемыми. Псалом 92 Я говорю Господу, прибежище мое и защита мое, Бог мой. Именно так вы входите под кровь Всевышнего Бога. Я говорю Господу, Он моя защита, слава, Он мой Бог. На Него я буду уповать, Он избавит меня, слава Богу. Псалом 102 5 Он наполняет мои уста хорошими вещами, хорошими словами. Обновляется подобно орлу юность моя. Затем 20 стих. Его ангелы повинуются глазу Его Слова. И они повинуются Ему не просто тогда, когда Его говорит Бог, а когда Его говорите вы. Когда Его говорю я. Именно тогда наши служебные духи, кому когда из ангелов сказал Бог, сиди одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Они прислушиваются к тому, что вы говорите. Держите ли вы своих ангелов связанными теми глупыми вещами, которые вы продолжаете постоянно говорить, теми сленговыми вещами, которые вы продолжаете говорить, этим самым связывая их, так что они не могут действовать. Я не знаю, почему я каждую зиму заболеваю гриппом. Такое впечатление, я просто не могу положить этому конец. И один из ваших ангелов стоит, слушает, как вы почему он хочет каждый год болеть гриппом. А ты понимаешь его? Нет. Хотелось бы, чтобы он перестал это делать, потому что у меня связаны руки. Задумайтесь об этом и дальше. Отвергни от себя лживость уст. Притчи 4.24. Притчи 6.2. Ты опутал себя словами уст твоих. Притчи 12.18. Язык мудрых врачует. Притчи 13.2. От плода уст своих человек вкусит добро. Притчи 15.4. Кроткий язык древа жизни. Притчи 18.7. Язык глупого гибель для него. Притчи 2.20. Притчи 18.20. Умножение приходит от плода уст. 21. Смерть и жизнь во власти языка. Михей 5.2. Слова управляют временем и господствуют над ним. Михей сказал Вифлееме родится младенец. Через 715 лет именно там в точно назначенное время родился Иисус. И это слово управляло идеями Цезаря. Оно управляло армиями и народами. Чтобы к тому времени все было устроено. Те наполненные верой слова управляли этим. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Малахия 3.13. Дерзостны предо мной слова ваши. 2. Коринфянам 4.13. Мы верили и мы говорили. Евреям 3.1. Иисус посланник, апостол и первосвященник. нашего исповедания. Евреям 4.14. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, будем твердо держаться исповедания нашего. Аминь. Что сказано в Иаиле? 3.10. Слабый, пусть говорит, я силен. Но когда вы ходите и везде говорите, я такой слабый, я просто такой слабый. Что ж, это одна из причин, почему вы такие слабые. Я могу назвать вам еще одну причину, почему ваша сила, если вы родились выше, тогда в вас есть эта радость. Любовь, радость, мир, долготерпение или терпение, мягкость, благость, вера, кротость, воздержание, это все Бог. Он в вас. Что вы говорите? У меня просто нет никакой радости. Нет, она у вас есть. Но она реагирует и отвечает только на веру. Хорошо? У меня есть радость Господа. Хорошо, и теперь начинайте питаться соответствующими местами Писания, как, например, 125-й Псалом. Ты наполняешь мои уста весельем, мои ноги танцем. Ну, я не знаю, просто начните. У меня есть радость. У меня есть радость. Радость это что-то большее, чем просто прыгать и смеяться. Это то, что является радость это ваша сила. Когда вам не достает радости, начинайте говорить о радости, начинайте говорить слова радости, начинайте смотреть в зеркало и просто улыбаться, нравится вам это или нет, просто приведите себя в чувство и заставьте себя улыбаться. Все равно улыбайся, и я серьезно. Мне иногда приходилось это делать. Я был просто настолько измотан, что мое физическое тело болело, и вы просто переключаетесь на это. Аллилуйя. Бог сидит на небесах и смеется над дьяволом. И я был посажен с ним на небесах. Если я сижу с ним, то я буду и смеяться вместе с ним. И просто смейтесь до тех пор, пока вас не прорвет. И вы не начнете смеяться над глупыми самими собой. Придет радость Господа. Даже во времена глубокой скорби Писание говорит, чтобы мы не скорбели, как не имеющие надежды. Мы не те люди, у которых нет надежды. Для меня это как приказ. Бог понимает боль моих чувств, но не подчиняйтесь и не уступайте этому духу скорби. Иисус взял на себя наши скорби. И понес наши болезни. Что же мне тогда делать? Просто прорвитесь в этом через хвалу. Я знаю, где мой ребенок. Бог не забирал моего ребенка. Он никогда никого не забирал. Он не убийца. О, Иисус, да. Я отказываюсь скорбеть. Я отвергаю тебя, сатана. Я знаю, что вы по нему скучаете. Я через это проходил. и это больно. Но скажу вам, если вы будете настойчивы и настаивать нахождение в любви, нахождение в радости Господа, потому что это ваша сила, если вы будете настаивать на этом, и вы будете держаться этого во имя Иисуса, радость прорвется через это. И это что-то восхитительное. И это не смеющаяся радость, это поклоняющаяся радость. Я обращаюсь сейчас к кому-то. Дорогие, Бог любит вас, и мы любим вас. Не позволяйте этому обкрадывать вас, не позволяйте духу смерти, который является духом скорби, не позволяйте этому бесу приходить и воровать вашу радость. Лучше обратитесь. Лучше обратитесь к Слову Божьему. Благодарение Богу. Просто обратитесь к Слову Божьему. Аминь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. О, благословен Бог. Спасибо тебе, Господь Иисус. Не скорбите. Это написано в четвертой главе первого послания к фессалоникийцам. Не хочу же вас оставить, братья, в невидении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках всретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Аминь. Во имя Иисуса. Аллилуйя. И 1 Петра 3.10. Вы должны это понять. Вы должны это понять. Спасибо тебе, Господь. 1 Петра. 3 глава. 10 стих. И потому как Тим машет мне этой карточкой, я могу видеть, что у меня осталось время только на одно это местописание, но вы должны это понять. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Разве это не здорово? Я вернусь через минуту. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего. День пожертвований». Послушайте это в 6 главе Галатам. Наставляемый словом «делись» или «отвечай» всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. О чем он здесь говорит? Говорить что-либо отличное от того, что посеет человек, то и пожнет. Говорить, что это для вас не работает, значит поругать. Насмехаться над Богом. Почему? Слова. Слова. Самая мощная вещь, с которой вы когда-либо имеете дело. Это слова. Они управляют сейчас вашим образом жизни. Помните, большой корабль. Вам потребуется какое-то время, чтобы развернуть его. Возможно, вы говорили эти вещи всю свою жизнь. Вам просто потребуется какое-то время, чтобы развернуть этот большой корабль, но он развернется, потому что так говорит Слово Божье. Мы читали об этом в послании Якова. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную, или зоуя, Бога. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Не останавливайте свое исповедание. Не переставайте сеять. Просто продолжайте сеять. Отец, мы молимся сегодня за эти пожертвования. Открывай твоим людям, как они финансово могут участвовать в том, что делает это служение. И мы будем послушными тебе во имя Иисуса. Аминь. Отец, я молюсь за всех моих партнеров. Я молюсь за каждого, кто сеет сегодня в это служение. Силы, которые есть в их словах. Словах веры, которые они говорят в отношении этих пожертвований. Я сеятель, и я пожну. Я сеятель, и я пожну. Я сеятель, и я пожну. В тридцать, в шестьдесят, девяносто, и в сто крат. Я сеятель, и тот, кто пожинает. Слава Богу. Слава Богу. Пришло время вашей жатвы. Участвуйте в ней, и наслаждайтесь ей, ибо я благословляю вас, говорит Господь. Верьте в то, что Иисус, Господь.